Итак, про ценности. Что такое ценности? Это устоявшиеся взгляды на жизнь, добро и зло. Ваша задача столкнуть персонажей, стремящихся к одной цели. Но ваша задача столкнуть их ценности. Давайте попробуем разобрать этот пример на примере нашей одной ученицы. Я не знаю, где ее работа. Скакнем сейчас немножко. Вот Машу разберем сейчас. Просто давайте с вами сейчас поразбираем Машу и сделаем какое-то предложение, как можно интереснее усилить ее идею. Итак, в одной из столичных квартир молодая семейная пара пытается уснуть. Муж борется с бессонницей, смотря видео про космос. Жена просыпается от звуков видео и не может уснуть. Она берет телефон и заходит в фейсбук. Вдруг раздается звук сообщения, который не оставляет шансов. Мужу наконец-то уснуть. На экране смайлик от бывшего на часах 3 часа ночи. Жена говорит, что это всего лишь друг детства, ничего не хочет. Муж берет телефон в руки и начинает переписываться с парнем от имени жены, доказывая, что тот очень даже хочет. Доказав это, они продолжают ссориться. Когда у них не остается сил, они готовы помириться. Муж рассказывает про свою измену. Они снова начинают ссориться, кричать и в порыве страстей целуются, занимаются сексом, засыпают убитые, но счастливые. Итак. Давайте так. Что мне нравится в Машиной идее? Мне нравится, во-первых, единство времени, места и действия, что все происходит в кровати мужа и жены. Мне нравится то, что все начинается как бытовая, абсолютно бытовая вещь, что просто лежит телефон, на который приходит смайлик. Потому что мне нравится, потому что эта ситуация происходит с нами со всеми. Ну, я не знаю, есть люди, с которыми не происходило этой ситуации. Мне кажется, это абсолютно рядового, что ты встречаешься с новым человеком, тот тебя спрашивает про своих бывших, и если он увидел сообщение от бывшего, любое, просто смайлик, он на это реагирует. И это нормально. Ну, либо ты реагируешь на смайлики от бывших. У кого как, кто больше ревнив в паре, скажем так. Этим мне нравится Машина идея. Но я бы ее покрутила бы в другом направлении. Давайте попробуем столкнуть две разные системы ценностей. Допустим, вот лежат двое в кровати. Приходит это сообщение от бывшего. Прикольно будет, если у них цель одна, сохранить брак. Ну, грубо говоря. Но пути к этой цели абсолютно разные. Например, жена не конфликтная, она привыкла замалчивать информацию, чтобы ее стратегия, я не буду конфликтовать с тобой, потому что я не люблю ссоры, мне кажется, ссоры нас отдаляют. А муж ревнивый, например, и его стратегия достучаться до правды, разрыть правду всеми возможными методами. И это его, скажем так, его стратегия в отношениях. Хорошо бы их наделить разными ценностями. Например, она не может ничего взять его. Например, она не может взять его телефон. А он с легкостью берет ее телефон, подносит ее палец к паролю, тут же разблокируется телефон и устраивает игру, допустим. Давай я попереписываюсь с твоим бывшим. Она, например, на это может реагировать. Но переписывайся, пожалуйста. То есть она, например, вначале может быть спокойная, разумная, мудрая. Ну да, пожалуйста, мне скрывать нечего, пожалуйста, переписывайся. То есть она выбирает такую позицию адекватности. А муж выбирает позицию неадекватности. И начинает этому бывшему в три часа ночи писать. Ну привет, Коля. Типа, ждала твоего сообщения. И он начинает переписываться с этим Колей, например, от имени жены. И его заносит все дальше и дальше. При этом она может очень долго реагировать адекватно на него, например. Ну как бы, а смотри, вот он что тебе отвечает. Она ему спокойно на это может абсолютно как бы говорить, то что, ну ты же сам его спровоцировал. Ну ты сам его вывел на такой разговор. То есть она может быть очень-очень адекватной до какого-то времени. Потом их ценности могут смениться. Допустим, приедет Коля посередине ночи. Потому что, собственно, он воспринял это как призыв к действию. Он постучится. И вот тут ценности могут смениться. Жена, например, может вообще войти в истерику от того, что происходит. Что делает любовник в их доме. Муж может пойти в агрессию. Или муж, наоборот, может встать в позицию. О, простите, пожалуйста, что я наделал. То есть они могут поменяться местами в этот момент, например. Что жена станет неадекватной. И скажет, ну как бы... Здесь мы сталкиваем две стороны. Мы заставляем их бороться, может быть, за то, что они хотят, разными методами. Она борется спокойно, ну как бы разрешая все. Он борется, залезая в ее личное пространство. Их конфликт растет. Мне бы очень хотелось, чтобы Маша написала эту историю, где конфликт как снежный ком наращивается. Где персонаж, муж сначала хочет просто по приколу написать любовнику. А потом он хочет проверить. А любовник вообще пойдет сейчас на такой, типа на секс по телефону. А давай его на интим разведем. Он говорит, ну как бы... Ну вот он начинает его разводить на интим. Вот здесь еще очень важно не перейти в совсем диалоги. Чтобы все было болтовня, болтовня, переписка. Вот этот Коля должен достаточно быстро приехать. Типа сцена третья. Звонок в дверь стоит Коле на пороге, допустим, с цветами. И с бутылкой. И муж, например, ой-ой-ой, я переборщил. А жена понимает, что муж дебил. Хочет его наказать. Говорит, нет, заходи, дорогой. Заходи, заходи, отлично. Сейчас я тебе ужин подогрею. Заходи. У нас тусовка на троих сегодня. Очень важно, чтобы конфликт между этими двумя людьми реально рос. Что сначала это просто переписка. Потом появление любовника. Потом должно что-то третье произойти, что вообще перевернет всю ситуацию. Вообще с ног на голову. Вообще с ног на голову. Она уйдет, например. Сейчас я поняла, что это похоже на служебный роман. Чем-то. Она уходит из этой квартиры. Говорит, все, разбирайтесь сами. Я ни с кем из вас не останусь. И в итоге так получается, что она уезжает с любовником. И муж сидит и думает, о, господи, что же я наделал. Ну, допустим, я сам виноват. Я сам спровоцировал. Лежал бы, спал себе спокойно. А она садится с любовником в такси и говорит ему, господи, еще бы чуть-чуть он нас расколол. И в конце окажется, что да, да, она изменяла. Она реально, она с ним трахалась. Допустим. То есть мы весь им смотрим с уверенностью в том, что она вообще овечка безобидная. Вообще муж дебил. Вот просто он все спровоцировал. А в конце оказывается полный перевертыш. Тогда этот короткий метр, мне кажется, будет смотреть достаточно интересно. Как вы думаете? Здесь будет важно определить, Маш, кто главный герой, у кого ведущая цель. Пока главный герой по ощущениям муж. Потому что его цель узнать правду. Какой у него мотив? Если он не узнает правду, он не сможет дальше жить спокойно. Ну, грубо говоря, ему нужно разобраться. Любовники или не любовники? Он идет к этой цели. Семи мильными шагами. Узнать правду. И это такой герой, который типа а-ля копает в себе яму. Это сюжет распада личности. Помните, мы с вами говорили? Что сначала герой делает один плохой поступок, следующий, еще хуже, хуже, хуже. И он как бы портится в течение сюжета. Для того, чтобы в конце сюжет его наказал. И наказание будет, допустим. Жена от него уйдет. И вот этот финальный... Надо подумать на тему того, сыграет ли этот финальный перевертыш. Нужен ли он? А может, он и не нужен. Может, просто надо мужа наказать. И она скажет, знаешь что, дорогой, я выбираю любовника. Он мне интереснее. Потому что ты реальный дебил, например. И уйдет от него. Тогда какой будет этический посыл? То, что не копай сам себе яму. Вот этический посыл этого фильма будет следующий. Что от добра добра не ищут. Ну, наверное, так, да? Если не делать перевертыш в конце, что она все-таки изменяла. А делать так, что жена реально была ни при чем. Тогда этический посыл фильма такой. Что иногда не стоит ворщить. Провоцировать. Дура ушла от дебила. Вот это посыл. Почему она дура? Если она не изменяла, то она не дура. Почему? Она просто женщина. Вот, кстати, все вот эта вот история про то, что он смотрит космос. Про космос. Вот это все мы просто вот так берем и удаляем. Вот просто вот так. Не нужен космос никакой. Просто показываешь на экране. Три часа ночи. Просто двое лежат и тупо смотрят телек. И смс на экране. Пилим-пилим. Смайлик. И все. И заворачивается сюжет. И не надо большого тут про космос вступления. Это сто процентов не надо делать. Вот Саша меня ругает. И говорит, что она дура раз дебил выбрала. На самом деле, это можно перевести в комедию. Можно в траги-комедию. Этот жанр. Очень-очень близится это все к идеальным незнакомцам. Это очень хорошее кино. Вот в таком бы жанре я бы на самом деле двигалась. Очень благородно выглядит. Конечно, знаете, я понимаю то, что я сейчас беру достаточно резкие выражения для объяснения своих мыслей. Если кого-то это обижает, сразу прошу прощения. Потому что, честно, никого не хочется обидеть. Может быть, муж и не дебил. Конечно же. Разговор про другое. Про то, что он сам выкопал себе яму. Он был настолько настойчивый. Настолько ревность ему заселила глаза. То, что он потерял контроль над собой. Скажем так. А для кого-то нормально. То, что я ругаюсь. Ну ладно. Итак, ребят. Этический конфликт будет примитивен, если в вашей истории чистое добро будет бороться с чистым злом. Ищите частные случаи. Создавайте ощущение подлинно непростой, как в реальной жизни, моральной проблемы. Ребят, вот согласитесь, то, что если жена будет идеалом в этом фильме, такая милая, идеальная жена, ну просто, вы знаете, ну душка, душка. А он, ну просто вот полный говнюк. Вот скучно будет смотреть. Скажешь, ну все понятно, расклад понятен. Она милашка, а он вот такой, вот ревнивец, прям невменяемый. Сделайте их обоих интересными. Пусть, может быть, зритель в какой-то момент засомневается. Может, реально изменяла. Может, реально было. Сделайте, попробуй, может, сделать их обоих интересными. Обоих многогранными. Потому что она тихая, тихая, вменяемая, вменяемая. Все адекватное. Приносит ведро воды и вливает на него сверху. Вот так, говорит, вот тебе. А оказывается, то, что она тихая, тихая, но до поры до времени. Например. Ее, она очень взрывная, оказывается, женщина. И вот. Еще, кстати, можно усилить этот сюжет тем, то, что у кого-то из персонажей будет какой-то ограничительный фактор. Например, допустим, жена сломала руку, у нее гипс на правой руке, например. И она левой строчит смс, а у нее получается так медленно, так медленно. И муж такой, давайте помогу. Он начинает ей помогать и начинает поэтому читать ее переписку. И вот эта ее правая рука в гипсе может очень интересно работать на сюжет. Во-первых, это как причина того, что он схватил ее телефон. Во-вторых, она этим гипсом может по голове кому-нибудь ударить. Как еще вариант, как можно сделать сюжет более интересным. Например, у кого-то из них нет голоса. Ну, а хрип на работе, осипла, она осипла, она не может говорить. Или он осип, не может говорить. И он, например, берет переписку, у него глаза выпучиваются. Типа она, ой, просто бывший. А он такой, бывший, например. И у него нет голоса, например. Весь пол сюжета, а потом голос прорезается. И вот этот прорезавшийся голос может быть интересным поворотом сюжета, как мне кажется. Это я уже начинаю фантазировать на тему.